МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил? Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем март и апрель 2022-го. В 1962 году приказом министра здравоохранения от 1 марта при медсаноделе открыли дневное медицинское училище с ежегодным набором 50 человек. Так началась летопись кузницы медицинских кадров закрытого города. В 2022 году колледж отметил свое 60-летие. Дарья Погребенко отрабатывает алгоритм введения внутривенного лекарственного средства пациенту. В кабинете технологии оказания медицинских услуг студенты на практике изучают работу аппаратной и процедурной медсестры, тренируются делать инъекции, ухаживать за больным. Дарья учится в колледже уже третий год и настолько сильно прикипела душой к этому месту, что называет его вторым домом. Очень быстро освоилась, очень быстро привыкла, потому что, опять же, доброжелательные отношения преподавателей, группы и в целом такая домашняя атмосфера, я бы сказала. То есть действительно приятно и хочется сюда приходить, и на учебу хочется приходить, несмотря на то, что иногда бывает сложно от больших объемов информации, от все-таки достаточно сложного обучения в плане медицины. Но хочется приходить сюда снова и снова. Помимо лекций и семинаров, ребята вовлечены и в общественную деятельность. Колледж дает учащимся дополнительные возможности для развития. В нем есть студенческое объединение ВИТО, активисты которого принимают участие в городских мероприятиях. Не остаются ребята и в стороне от добрых дел. Многие состоят в волонтерском отраде МИК, которое расшифровывается как «милосердие и гуманизм». В период пандемии мы приходили в поликлиники и занимались волонтерской деятельностью. Она заключалась в том, что мы сидели в регистратуре, отвечали на звонки, также занимались медицинской документацией. Помимо этого, мы помогали людям, сидящим на карантине. То есть наши студенты разносили продукты, когда еще невозможно было выходить, и карантин был дольше. Первый день весны для Саровского медицинского колледжа – дата особая. В 1959 году по инициативе Владимира Кузьмичева в нашем городе была организована трехгодичная вечерняя медицинская школа. Тогда медсанотдел испытывал острую нужду в средних медицинских кадрах. Занятия в школе врачи вели на общественных началах. В 1962 году приказом министра здравоохранения от 1 марта при медсанотделе было открыто дневное медицинское училище с ежегодным набором 50 человек. Так началась летопись этого уникального места закрытого города. За время нашего существования мы подготовили более 7 тысяч специалистов, медиков по специальности сестринское дело и лечебное дело. Наши специалисты, наши выпускники трудятся как в клинической больнице 50, так и за пределами нашего города. Возглавляют ФМБА России, то есть заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Владимировна Якулева. Это тоже наши выпускницы. В прошлом году в Сарове появилось новое общежитие для студентов Саровского физико-технического института. На торжественную церемонию открытия приехал ректор НИАУМИФИ Владимир Шевченко. Он поздравил студентов с новосельем и поделился воспоминаниями о своей учебе. Крытая автопарковка, три спортивных зала, прачечная, комнаты для занятий и отдыха, кухня со всеми удобствами и санузел в каждом блоке. Все это о новом общежитии номер два Саровского физико-технического института, которое располагается в 22-м микрорайоне города. Общежитие рассчитано на 330 мест. В комнате живут по 2-3 человека. И у каждого студента есть свое рабочее пространство. Это действительно прекрасное и удобное общежитие. Я сама здесь не живу, но всегда прихожу к своим друзьям. Это очень просторные блоки. На каждый блок своей кухни чего не встретишь в других общежитиях. Очень красиво, да, светло. На торжественное открытие общежития приехал и ректор Нияумифи Владимир Шевченко. Он поздравил студентов с новосельем, поделился с ними своими студенческими воспоминаниями, а также разрезал ленточку в знак официального дня рождения Саровского общежития. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас через много лет были яркие, греющие души воспоминания чего-то, что с вами произойдет в этих стенах. Потому что стены – это всего лишь камни, а важно то, что с вами здесь происходит, и только это наполняет эти камни жизнью и делает их действительно тем, что вот называется этим красивым латинским словом «альма-матер». Благодаря этому событию, открытию этого общежития, материально-техническая база Сарфти выходит на другой уровень. Это позволяет вам, как нашему будущему, на самом деле отдаться целиком учебе, становлению себя как личности, как гражданина, не решать вот те бытовые проблемы, с которыми, как отмечали коллеги, мы сталкивались в своей юности, в своих общежитиях, там есть что рассказать, уверяю вас. Для всех гостей руководитель СРФТИ Анна Сироткина и сотрудники института провели экскурсию по общежитию, показали условия проживания в комнатах. В заключении ректор МИФИ Владимир Шевченко пообщался со студентами в неформальной обстановке. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Национальное достояние России разрабатывают в Сарове. В марте студент политехнического техникума Сергей Николаев представил на суд-жюри всероссийского конкурса проект натурного и компьютерного моделирования шагохода. Работал над ним юноша совместно со школьницей из Королёва. Ещё один межгородской проект Сергея занял первое место на Всероссийской научно-практической конференции имени Алфёрова. Кулачковые машины или шагоходы используют преимущественно на Крайнем Севере. Благодаря шагающему принципу передвижения они позволяют сохранять пласт земли практически нетронутым. Травяной покров также меньше страдает благодаря тому, что стопы наступают на грунт, а не накатываются на него. Рассказывает о своём проекте Сергей Николаев. Его студент техникума представил на конкурсе «Национальное достояние России». Совместно с Анастасией Васильевой из города Королёва сделали совместный проект. Моя работа заключалась в компьютерном моделировании, а Анастасия Васильева делала натурную модель. Проект Сергей разрабатывал на протяжении года вместе с ученицей 5-й гимназии из города Королёва Анастасией Васильевой. Совместная работа с учебными заведениями разных городов России стала для техникума обычной практикой в период пандемии, рассказал Игорь Столяров. Жюри конкурса проделанную работу оценила по достоинству и присудила проекту «Саров Королёв» диплом первой степени. На ученом туре, на котором мы были, было представлено около 300 работ. В секции технологии, техническое творчество, астрономия, физика, космонавтика было представлено 26 работ. Эти работы были из различных регионов. Это было из Санкт-Петербурга, это и Владикавказ, это и Салихард, Новосибирск, Бурятия. Ещё один диплом первой степени Сергей получил на научно-практической конференции. В ней приняли участие ребята из 80 регионов России. Совместно с ученицей из Череповца Вологодской области Анной Якимовской Сергей подготовил проект «Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки». Конференцию посвятили памяти великого физика Жоры Салфёрова. Мне-то приходилось с Жорей Салфёровым встречаться в своё время. Потому что мне приходилось на Сахаровских чтениях привозить туда ребят из Сарова. И, в принципе, всегда приходилось не только, как говорится, видеть его, но и разговаривать с ним. И вот у Жориса Ивановича всегда была такая необыкновенная теплота в отношении делегаций Сарова. Вот это надо отметить. На достигнутом Сергей Николаев останавливаться не намерен. Впереди ещё много кропотливой работы, признаётся юноша. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. День рождения музея. В апреле свой юбилей отметила одно из старейших и востребованных учреждений культуры Сарова. Торжественное празднование 65-летия городского музея прошло в зале художественной галереи. Подробности далее. Истории, краеведение, православная культура и особенности быта народа в крае, современная наука и искусство, творчество профессиональных художников и народных мастеров, тематический и экспозиционный диапазон материалов городского музея невероятно широк. Музей природы с естественно-научной коллекцией был открыт в засекреченном Арзамасе-16 в 1957 году. Так началась его долгая и насыщенная история. На самом деле музей – это сокровищница. Это то удивительное и необыкновенное, что останется с нами всегда, то, что мы сможем передать будущим поколениям. И самое вообще в этом уникальное, знаете что? Что для этого надо создавать все условия, чтобы это все сохранилось. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею музея, провели в кинозале художественной галереи. Много теплых слов услышал в свой адрес сплоченный творческий энергичный коллектив музея от гостей праздника. Собравшихся поздравил глава города Алексей Сафонов, а также заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Не обошлось и без подарков. Руководство ядерного центра приготовило для музея панно с видами Саровского монастыря. Также сотрудников музея поздравили директоры учреждений культуры города. Вот я сегодня сидел в зале и обратил внимание на людей, которые выходят сюда для награждения. Дорогие коллеги, у вас у всех очень добрые, светлые, позитивные лица. У вас очень теплый коллектив. Я хочу пожелать вам, чтобы вот эта дружная, жизнерадостная атмосфера в вашем коллективе сохранилась всегда. За бескорыстное служение музейному делу, преданное и честное отношение к своему труду, сотрудникам музея вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Музыкальный подарок приготовили преподаватели Дыши номер 2, ансамбль «Комплимент». Как и на любом дне рождения, не обошлось и без торта. Правда, он был особый в форме книги с надписью «История музея. Том 65. Продолжение следует». Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Весной прошлого года тренеры спортивной школы «ИКАР» Виктория Шалыгина и Эдуард Вешкин получили благодарности губернаторам. Саровчан отметили за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие физической культуры. 19 лет назад Виктория Шалыгина пришла на работу в бассейн «Дельфин». За это время под ее руководством сотни маленьких саровчан сделали свои первые шаги в мир спорта. Многие из воспитанников Виктории Викторовны добились успеха на региональных и всероссийских соревнованиях, стали мастерами спорта. Сама тренер также неоднократно получала награды за свои достижения и работу. А в марте министр спорта вручил ей благодарность губернатора. Награда была неожиданностью. Позвонили за четыре дня до награждения. Было очень приятно на душе, что оценили мою работу на высоком уровне областном. Это было очень приятно. Главное – любить свою работу, считает тренер. Только так можно добиться успеха. Еще занимаясь в училище Олимпийского резерва в Волгограде, Виктория Шалыгина уже хотела стать тренером. «Дельфин» для нее – это не просто работа. Это и хобби, и важная часть жизни. Под руководством Виктории Викторовны сейчас занимаются 96 ребят. Мы работаем для того, чтобы развить в этих ребятах силу, какую-то храбрость спортивную, чтобы он полюбил спорт не только плавание, но участвовал в других видах спорта, в школе. В совокупности всего мы развиваем детей. Уже с 12-13-летними детьми, нацеленными на высокие результаты, тренеры начинают усиленную работу. Цель – довести спортсмена до училища Олимпийского резерва и лучших московских спортивных школ. Мы должны спортсмена подтолкнуть к высшим достижениям. И если это моя жизнь, я понимаю, что в дальнейшем я буду радоваться за него в другой спортивной школе, что он добился высоких результатов. Я с легкостью расстаюсь и слежу за их выступлением и тренировочным процессом. Также в «Дельфине» занимаются с детьми с поражениями опорно-двигательного аппарата. Более 10 лет тренирует ребят Эдуард Вешкин. Занятие с такими спортсменами требует особого подхода и применения индивидуальных методик. Проблемы со здоровьем не мешают воспитанникам. Эдуарда Петровича принимать участие в соревнованиях различного уровня и занимать призовые места. Буквально неделю назад мы выезжали на областное соревнование по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Приездило четверо детей. Приехали все в призах. Выполнены взрослые разряды. Вместе с Викторией Шалыгиной и Эдуарду Вешкину вручили благодарность губернатора за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Такими нам запомнились март и апрель ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. А уже в следующем выпуске мы расскажем, какими были май и июнь 2022-го. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Лидия Шулаева.